Убийственная вода разливается по Балахне. Паводок в этом году ранний и для людей в это время он стал полной неожиданностью. Садоводы уже оплакивают свои многолетние растения, которые большая вода залила эти участки и теперь они просто погибли. По самим участкам не пройти, а неожиданный мороз еще и сковал все льдом. Теперь вместо садовых участков настоящий каток. Здесь у меня картошка была, здесь у меня огурчики две грядки были, здесь чеснок, все погиб он уже, все залито, видите. Вот, дальше я не буду, потому что там земля. Вот уровень воды, то есть пощикалку. Дальше если идти, там я думаю еще губы. Тут картошка была, то есть вот этот весь участок, вот этот весь квадрат, был картошка. Вот, тут грядки были у нас с кабачками, то есть с капустой. Там у меня и яблони, и виноград, и Виктория вся в воде, она вся вымокнет, и земляника. Ну, в общем, все присадки, жимолы, все кустарники, все погибнет. Вот мои теплицы, пройти к ним невозможно. Глубина по пояс. Это же вообще кошмар. 51 год живу, такой картины никогда не было. Вот пусть бы мне огород не надо, мне бы теплицы только были. Какие у меня помидоры? Вот такая вот картина в каждом огороде, в каждом подполье, в каждой бане. Вода стоит под полом, у кого уже на полу. Вот, везде кругом до метра воды. Баня, все, забила водой, замерзла. Неизвестно теперь, что будет. Три недели уже баню не топим. Я куда? Мне дети запретили, мамы из дома не выходим. Видите, вирус никуда нельзя. Как же нам без баня-то теперь? Вот все было залито. Насосная станция была до сих пор в воде. Чем опасно? Мы же живем как болотистое место. Фундамент может весь разрушиться, и дом рухнет. Внутри дома вода, также в подполье у нас тоже большой уровень воды. Вот, только в сапогах ходим. Больше никак. Бабушка вот у меня пройти, к примеру, она не может уже никуда. Из дома выйти тоже никуда не может. У нас тоже все в воде. Банки также с городцами, то есть помидоры, и все это тоже там затоплено. Уровень воды значительно увеличился. Первый раз это у нас. Вот я тут живу 23 года. Первый раз в этом году. Местные коммунальные службы говорят, что виной всему стихия, но и их недосмотр тоже. Стихию не удержать. А вот ливневку и стоки, через которые вода может уйти с участков, они могут почистить. К сожалению, в этом году климатическая ситуация такая, что весна наступила раньше положенного, и поэтому мощный подпор талых вод отовсюду идет и с Волги, и верховых, соответственно. Вот здесь основной затор с этой низменности, где у нас отвод происходит. Вот эта дренажная канава, которая, к сожалению, замусорена, но мы в ближайшее время сейчас экскаватором все это дело прочистим. И вот на той стороне точно так же сейчас оголовок очистим и воду спустим. И я думаю, что в ближайшее время мы эту ситуацию отрегулируем, и вода уйдет и с огородов, и с подвалов, и так далее. То есть я думаю, что мы решим эту проблему в ближайший день-два. Вот саженцы, все, они уже погибли. Молодые саженцы. Они стоят полностью в воде. Что я могу сказать? Форс-мажор, он везде присутствует.